На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомельская энергия вернулась на вторую строку таблицы высшей лиги чемпионата Беларуси по волейболу. На выезде команда Романа Аплевича во второй раз в нынешнем сезоне обыграла главного конкурента столичный строитель. В четырех из пяти сыгранных сетов соперников разделило всего два очка. Гости дважды вели в счете по партиям, однако минчане отыгрывались. На тайбреке сильнее были энергетики. Сейчас у энергии строителей одинаковое количество набранных баллов. Гомельчане впереди по дополнительным показателям. Лидирует «Шахтер». Кстати, именно с горняками минчанам играть 17 февраля. 20 февраля энергия принимает дома Могилевский коммунальник. ЦКК побеждает. ВРЗ теряет очки в Борисове, а БЧ отыгрывается с 0-3. Состоялись матчи 14-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Светлогорский ЦКК дома обыграл УВД «Динамо». А в течение матча лидер в счете менялся несколько раз. Концовка осталась за хозяевами, которые в итоге отпраздновали викторию 5-4. Светлогорская команда в турнирной таблице на девятом месте. ВРЗ ездил в гости к Борисову 900. К перерыву хозяева паркета вели в счете 4-2. Во втором тайме вагоностроителям удалось отставание сократить. Сначала в равных составах отличился Клочко. Для него этот гол стал вторым в матче. Ближе к финальной сирене, когда гамильчане перешли на игру в пять полевых, паритет восстановил Чернейко. ВРЗ продолжил игру сгонялой в надежде вырвать победу, за что и поплатился. Чернейко отдал передачу назад, однако мяч угодил не к партнерам, а прямиком в ворота 5-4 в пользу Борисова 900. ВРЗ потерпел второе поражение в чемпионате и продолжает занимать вторую строку в турнирной таблице. Центральный матч тура прошел в Минске на паркете дворца спорта Уручье. Столица принимала у себя БЧ. Не прошло и восьми минут, а хозяева успели создать для себя преимущество в три гола. Железнодорожников это не смутило. Еще до перерыва Кусков и Селивончик сократили отставание до минимума. На экваторе второго тайма Жариков сделал счет ничейным. Больше забитых голов не было. 3-3. БЧ сейчас на четвертом месте в таблице столицы на третьем. Лидирует Витен, который пока показывает стопроцентный результат. 14 побед в 14 матчах. Женский гонбольный Гомель записал в свой актив очередную победу в чемпионате страны. Гомельчанки на домашнем паркете крупно переиграли Витебчанку 48-17. У Виктории Дивак 11 точных бросков. Она самая результативная в рядах Гомеля. Мужская команда ездила в гости к Мешков Брест. Подопечные Андрея Мочилова смогли дать бой бессменному чемпиону последних лет. На перерыв команды ушли при счете 17-16 в пользу мешковцев. Во втором тайме гости и вовсе вышли вперед. Однако класс Брестской дружины взял свое. Хозяева переломили ход встречи и победили 35-30. Гомель по-прежнему сохраняет за собой вторую позицию в таблице чемпионата. Мешков на первом месте. Музырская славя заняла второе место на международном турнире Винтеркаф 2021. В финале мазыряне уступили хозяевам футболистам Брестского Динамо 2-0. В крытом манеже стадиона «Луч» в областном центре встретились в очном поединке два других представителя нашего региона Высшей лиги футбольного чемпионата – «Гомель» и «Речицкий спутник». Победа осталась за зелено-белыми. Гомельчане забили по голову в каждом из таймов. «Речицкая» команда не смогла довести ни одну из своих атак до голевого завершения. После паузы возобновляется чемпионат Беларуси по хоккею в экстра-лиге. «Гомель» 16 февраля на выезде играет с аршанским локомотивом. Жлобинский «Металлург» ждет в гости лидера «Столичную юность». Оба матча начнутся в 19.00. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...